Гибридные сорта орхидей давно приспособились к северным и центральным регионам выращивания. Но как быть с луковицами из Вьетнама? Подходят ли им те же правила посадки и ухода, как и для привычных орхидей? В сегодняшней аудио статье вы узнаете ответы на актуальные вопросы о выращивании орхидей из луковиц. Приевшиеся сорта орхидей можно заменить на экзотические варианты из Вьетнама. Перед онлайн-покупкой удостоверьтесь качестве луковиц, запросите у продавца дополнительные фото, ознакомьтесь с условиями хранения и транспортировки, чтобы товар пришел к вам в надлежащем состоянии. Если привезли знакомые, не затягивайтесь с посадкой, готовьте луковицы и покупайте землю. Земля и контейнер для выращивания орхидеи из Вьетнама. Для посадки подходит обычный большой прозрачный горшок с дренажными отверстиями на дне. Если луковицы привезены в одном корневище, резоме, можете садить все вместе, не разделяя или же расфасовать по разным горшкам. Приготовить почвенную смесь можно самостоятельно или же купить готовый субстрат для орхидей, который часто уже содержит весь объем необходимых компонентов. Но ведь самостоятельно заняться посадкой гораздо интереснее. Субстрат для выращивания орхидей. Мох сфагнум. Крупный керамзит. Кора большой фракции. Треть прозрачного горшка со дна заполняем керамзитом. Это будет наш дренажный слой, не позволяющий застаиваться в воде. Луковицы не помещают сразу на него, поэтому сверху засыпаем немного мха сфагнума, сохраняющего влагу. Сбоку или по центру располагаем веточку, палочку, жердину, которая будет поддерживать луковицу и последующие пробивающиеся цветоносы. Затем заполняем оставшееся пространство горшка король. Кстати, его можно заменить на кокосовое волокно в перемешку с мхом. Настала очередь экзотических луковиц. Посадка луковиц орхидеи Сьетнама. Осмотрите, посадочную часть луковицы, она должна быть плотной, здоровой, без гнили и механических повреждений. Обнаружили подгнившие места, удалите их острым ножом, а ранки присыпьте древесным углем или смажьте зеленкой. На каждой луковице должно быть не меньше 1 или 2 псевдобуль, места, откуда пойдут корни. Если луковицы без почек, это не страшно, еще успеют проклюнуться после посадки. Погружаем обработанные луковицы из Вьетнама в подготовленную почвенную смесь и можем приступать к уходу за растением. Уход за орхидеи из луковиц из Вьетнама. Посадив луковицы в землю, поставьте горшок на освещенное место, но без попадания прямых лучей. Восточная сторона дома подходит лучше всего во второй половине весны и на протяжении всего лета, после чего перенесите цветок на южный подоконник. Влажность воздуха 70%, стандарт, если не знаем особенности сорта. Температура воздуха на отметке плюс 18 градусов. Поливать после посадки нужно будет умеренно, но если луковицы не выпускают корни и не закладывают почки, прекратите увлажнение до тех пор, пока развитие не пойдет. Метод выгонки аналогичен для всех орхидей и представляет собой перепады в уходе. После формирования первых корней возобновите увлажнение, сливая остатки воды из поддона. Когда цветет орхидея в домашних условиях, читайте на нашем сайте. Соцветия вьетнамских орхидеи могут появляться только на третий или даже пятый год жизни. Для продолжения цветения уберегаем луковицы от пересыхания, защищаем от сухого воздуха возле батареи не ставить, поливаем умеренно и если нужно, то делаем стрессы, прекращая увлажнять, затем возобновляя полив. Выносить на открытый воздух не надо, как и под прямые лучи солнца. Тогда сохраним красоту дивных вьетнамских орхидей. Пишите в комментариях, как прошли первые этапы выращивания орхидеи из луговиц из Вьетнама у вас.